Добрый день, Николай. Зараз мы все с замиранием сердца назираем за тем, что отбывается на Беларуси, на фальсификацию выборов, на сбитых людей, потом на невероятном узнаме национальной сведомости, за протестным рухом. Але не требует забывать, что лес нашей страны так само залежит от того, что находится звонком. Потребная нам допомога международных сил, как бы перемахчих эту ситуацию, переломать той пад, який зараз отрывался. Безусловно, все транзиты власти, которые происходили из авторитарных режимов в демократические, они все происходили, если говорить о Европе, и не только о Европе, они все происходили, когда сохранялся баланс давления изнутри и снаружи. По-другому это не работает, потому что если ты не получил внимания мира, то ты не выиграешь, потому что власти всегда больше ресурсов, всегда больше денег, всегда больше оружия, всегда больше возможностей разделять и властвовать. И для этого нужно, чтобы давление снаружи шло точно так же сильно и точно так же динамично. И какие варианты предложения для власти, как осуществить транзит, это вопросы другие-другие, они разнятся в зависимости от стран. На сегодняшний день был очень сильный дисбаланс. Во-первых, потому что те штабы, которые существовали, они не были готовы к подобной работе, но они были созданы под решение избирательных проблем. Но сейчас ситуация, это по сути ситуация войны, и внутри этой ситуации уже не работают избирательные штабы. Уже нужно переструктурироваться, потому что включены разные новые элементы, которыми нужно управлять. В том числе внешнеполитические направления, на котором никто не работал. И оно требует очень большого времени, и оно требует тех опытных кадров, которые работали в этом направлении в разные годы. Только сейчас, вот я могу сказать, что где-то приблизительно 3 дня назад произошла некая реструктуризация внутри разных групп, которые занимаются внешнеполитическим направлением, и они объединили свои усилия. На сегодняшний день эти группы работают вместе. Это можно констатировать, в том числе сегодня. И что, безусловно, радует, потому что это всегда ускоряет динамику. До этого это были очень большие проблемы. Они были связаны, во-первых, с ковид, потому что сколько мы не предупреждали, в том числе Наталья Коляда, сколько обращалась к правительствам и руководству ЕС за два месяца до выборов, что нужно подготовиться, что угрозы власти должны прозвучать, если они не готовы будут проводить выборы честно. А все предпосылки к этому были, потому что уже были арестованные люди. Но нам отвечали, что проблема ковида. Потом, когда все ближе к выборам и количество арестованных уже превысило все мыслимые пределы, нам стали говорить, что сейчас время отпусков. И мы пришли к фазе, когда теперь они отзывают срочно из отпусков людей, чтобы те включались в процесс. Но не проще ли было включиться в него раньше? А про кого вы кажете? Я могу сказать, что это группы, которые работали в разное время над разными большими проектами. Например, наша группа занималась внешнеполитическими вопросами очень активно в 2011 году. Когда нужно было введение санкций, мы их добились за меньше месяца. Тогда нам очень быстро пошли навстречу и руководство ЕС, и руководство США. И особенно тут я хочу отдельно сказать у Хилари Клинтон, которая невероятно помогла в то время. И эти санкции, этот прессинг, он позволил добиться быстрого освобождения первого эшелона политзаключенных и потом остальных. Дальше были совершенно разные проекты, но еще есть группы, которые находятся в Польше, где есть тоже влиятельные люди, которые занимаются подготовкой анализа ситуации. Есть люди, которые находятся в Америке. Но если мы говорим о том, кого эти группы включают, то это совсем другой спектр. Это спектр ведущих политиков, которые были у власти, которые находятся у власти сейчас. Я говорю о Соединенных Штатах, о руководстве Европейского Союза и о Великобритании. Но тут надо оговориться, что это скорее в Великобритании скорее не действующие политики, а политики, которые были у власти, которые ведут очень большие транзакционные процессы и могли ими управлять, и участвовали в таких больших переговорных группах. Над чем работает эта группа? У нас разные фазы, которые происходят внутри Беларуси. И должны быть сценарии, которые бы учитывали разные варианты развития событий. Одна фаза – это когда на улице уничтожают людей, и когда убийство за убийствами, и насилие за насилием. А другое дело – когда власть пытается перевести это все в велотекущую болтовню и попытаться заболтать всех и рассказать о том, что не вводите санкции, потому что все у нас в порядке. Нет, разные моменты требуют разных решений. И под каждое из решений должны быть подобраны специальные люди, которые могут вести переговорный процесс с властями. Или с властями, или с окружением власти, или с теми, от кого зависит окружение власти. Это разные модели. Поэтому, к сожалению, не все их можно озвучивать. То есть какие-то вещи мы даем в эфир, а какие-то произносить даже не стоит, потому что власти не сильно готовились к этому. Но есть один важный момент. Это то, что на сегодняшний день власти попытались разрушить все модели. Когда ты не знаешь, чего ждать. Когда ты знаешь, что... Ведь это разные истории. В одной истории переговорный процесс может запустить и вести Ангела Меркель, а в другой истории должен вмешиваться человек, который руководит морскими пехотинцами. Это совершенно разная модель. И влияние и давление на окружение, и влияние и давление на первое лицо – это разное давление. Но наша задача сейчас – это чтобы, как в одном фильме было сказано, сегодня никто не умрет, не в нашу смену. То есть вот эта задача – максимум, которая важна, архиважна, что никто не должен больше погибнуть. Второй момент – это мы должны предоставить к власти коридор ухода. Потому что мы все к этому готовы. Тут мы все едины, что если он готов мирно покинуть Беларусь и даже кого-то оставить после себя назначенцем, адекватного человека, с которым можно разговаривать, мы к этому проекту готовы. И мы готовы его рассматривать. Мы даже готовы предоставить ему вариант абсолютной безопасности, ухода. И даже возможность, наверное, выбрать ту страну, в которую он бы хотел переместиться. То есть в это включены самые разные политики из самых разных стран. И если такое желание возникнет у первого лица или у его окружения, то мы готовы включить всю группу в этот разговор. Есть одна проблема, которая на сегодняшний день не решена. Это то, что мы все не понимаем статус. То есть если у нас есть первое лицо государства де-факто, но де-юре оно уже не является первым лицом, то со стороны народа у нас есть лицо, которое не является тоже де-юре, но де-факто его признает народ. Значит, это первое лицо должно определиться тоже с тем, какую поддержку она оказывает подобным инициативам. То есть поддержать эти инициативы и оговорить с этими инициативами критерии. То есть критерий для нас, мне и нам кажется, только один. Это мирное решение. Мирное решение и смещение в сторону вот этого, как бы то, что делали комитеты truth and reconciliation. То есть как бы правды и реконсиляции. То есть когда мы должны руководствоваться в дальнейшем, опираться не на месть и на не на эмоции, а на право и на милосердие, понимание и то, что белорусы делать умеют, скажем так. А у вас есть мандат в связи с этой перемогой от меня белорусского народа? Первый пункт. Этот мандат не должен быть вручен мне, поскольку есть человек, который, я говорю о Наталье Калиде, который, собственно говоря, наверное, я бы, если бы у меня был такой мандат, я бы вручил ей, потому что она ведет все основные переговоры, и при этом она минимально комментирует это, потому что это надо понять, как это работает. Человек, который ведет все переговоры, он не должен быть, не обязательно должен быть лицом такого проекта, потому что это очень долгие связи. Это 20 лет общения на разных уровнях, от первых лиц до вторых, третьих, четвертых лиц и тех, кто принимает решения. И это совсем другая история. То есть я могу представлять такую группу и говорить от нее лица, но мне кажется, что те, кто занимается непосредственно 24-7 переговорным процессом, наверное, он не должен этого комментировать, потому что это всегда будет желанием и провокацией со стороны журналистов узнать то, о чем лучше подскажет потом, но сейчас об этом лучше не знать. Политика любит тишину? Не совсем так. Она не всегда любит. Вот эта хитрая-хитрая, политика хитрая. Она не всегда любит тишину, но когда принимаются решения, особенно о мирных решениях, вот тогда каждое слово, оно стоит таких, оно стоит уже не денег, оно стоит жизни. Неправильно сказанное слово может повлечь за собой очень тяжелые последствия, особенно сейчас, особенно в той неадекватной ситуации, в которой мы находимся. Николай, а вот эти заходы готовы признать Светлану Тихановскую обранной президенткой Беларуси? Мне кажется, что, ну, во-первых, у нас, ну, совершенно это однозначно, у нас нет до юра права признать ее. Потому что, да просто потому, что мы не можем доказать, что ее избрали. Мы понимаем, особенно белорусы понимают, что ее избрали. То есть вот это парадоксальная ситуация. Все знают, но у нас нет доказательств. А бюллетени сожгли, вот, и так далее. За что должна отвечать, конечно, глава Центральдбергома, но ее уже нет. То есть вот априори ее нет, мы ее не видим вообще нигде, потому что все, больше нет выборов. Поэтому я думаю, что до юра, если это невозможно, то у нас остается вариант признать ее человеком переходного периода де-факто. Тем более, что она говорит очень правильную вещь. Она готова быть лидером, она ведь не называет себя избранным президентом и делает это правильно. Она готова обеспечить переходный, транзитный период. Это прекрасно, потому что под это дело может быть сформировано. Я не говорю там о Координационном совете, я говорю, потому что мы должны все-таки понимать, что некие общественные инициативы это не совсем чистый юридический путь. Значит, должна быть какая-то созданная юридическая группа, возможно, с участием тех субъектов, которым мы доверяем, условно говоря, ЕС, мы можем говорить об участии даже других стран, соседних стран, которые могут представить туда людей. Но в первую очередь это должно быть естественно на белорусы, потому что только белорусы могут решать свою судьбу и юридически проработать вариант перехода. Когда будут состояться выборы, будут ли парламентские, например, выборы проводиться сразу за президентскими, или новый президент будет их проводить, в том числе и потом местные выборы. То есть это вопросы рабочие. Эти рабочие вопросы в состоянии решить человек, который станет таким переходным лицом, переходным лидером, который передаст полномочия профессионалам. Вот это самый важный момент, который, на наш взгляд, сегодня немножко пренебрегает. Сейчас период, когда должны включаться профессионалы. Не профессиональные болтуны, не профессиональные политики, а профессионалы, которые занимались разными транзиционными проектами, которые занимались разными проектами, связанными не только с оказанием давления, например, на власть, но и с тем, как выстроить структуру перехода. Кто должен на сегодняшний день определить юридический переход? Как это будет происходить? Когда будет объявлено о выборах? Как пройдет процедура? Кто будет назначен главой Центра разбиркома? И так далее. Вот эти все простые вопросы, без которых мы не сможем двигаться дальше. Вот тут мы должны понять, что профессионалы сейчас... И профессионалы, наверное, сами решат, у кого им попросить совета. Вот с кем им разговаривать. Может быть, стоит привести каких-то политиков, которые зарекомендовали блестящие себя за все годы европейские, и которым мы доверяем. Они могли бы консультировать на самые разные темы. Это касается не только выборов. Это касается и того, как сбалансировать ситуацию, чтобы не было конфликтов внутри, там, с заводами, с фабриками, с чиновниками, с военнослужащими и так далее. Таких людей достаточно много, вот, поверьте, их хватает, чтобы... И они готовы сейчас работать. Все. Нам на сегодняшний день не отказал ни один человек на международном уровне. Какая роль Россия в этом процессе? Бо мы бачим, что Кремль видовочно активизовался у прошлый день. Это вопрос тактики тоже, тактики вот этих всех групп. Что такое сейчас Россия, как она действует. Ну да, ее эмиссаров мы уже видим. Мы понимаем, кто это. Мы понимаем, что эти эмиссары начали уже объезжать и европейские страны, и работать с американцами, и так далее. Я говорю сейчас в данном случае даже о гражданах Беларуси. Россия должна сама предложить вариант, который она... Каким образом она хочет в этом участвовать. Если она поможет в этом процессе, ну, все будут рады. Если она захочет проявить какую-то другую, другие механизмы, типа, ну, привозить нам своих там пропагандистов или там силовиков, ну, о чем можно говорить? Ну, это увеличит конфликт. Это оттолкнет, в общем-то, людей от России, да? То есть, как бы, которые еще, если смотрят туда, там, кто-то смотрит же с симпатией, да? Ну, естественно, что для них эта симпатия закончится, потому что они поймут, что Россия поддерживает Лукашенко, и она готова на вооруженный конфликт внутри страны. Ну, да, но это не добавит ей очков нисколько сейчас. И я бы им категорически не рекомендовал это дело, потому что это абсолютно невзрослая оппозиция, да. Да, активизировались все, потому что понятно, что все хотят, как бы, удержать этот контроль. Но на самом деле я пока не услышал ни одного политика, который бы сказал, что он готов разрывать отношения с Россией, разрывать международные договоренности. Ничего подобного высказано не было. И почему вдруг у некоторых политиков российских истерика возникла, я пока не очень понимаю, да. Почему-то в Армении ничего не произошло брутального. Пашинян спокойно общается с Россией, процессы идут, ничего не происходит. То же самое может быть и здесь. И если есть желание привлечь Пашиняна к международным переговорам, мы к этому готовы совершенно в любой момент. Более того, у нас уже есть договоренности, определенные с армянской стороной, не проблема. Тима, чем вы решите белорусское питание без Кромля? Это важный момент, насколько это мы имеем в виду. Потому что я, честно сказать, не сторонник того, чтобы решать это без России, просто потому что любая изоляционная политика любой страны, любой соседней страны, она вызовет неприятие этой страны. Это не только даже о России речь. Это и Польша касается, и Литвы касается, и Украины. То есть это нужно понимать, что если Россия готова какое-то свое там мягкое крыло власти как бы предложить оттуда представителей для того, чтобы Россия была в курсе, как проходит процесс, чтобы Россия понимала, что этот процесс не угрожает ее безопасности, ее суверенности и так далее. Ну, почему нет? Али мы хиба не повинны выращать лез Беларуси без самых беларусов, без ее грамадзян. И это хиба, что самое главное, до чего мы ведем в этой размове? Если профессионалы от Беларуси не участвуют в международном процессе, не имеет значения для меня персонально, кто будет вести процесс. Потому что я буду против. И против того, чтобы это вел только ЕС, и против того, чтобы это вела только Америка, и против того, чтобы это вела только Россия. Потому что это вопрос белорусский в первую очередь. И если белорусы решат вовлечь в это страны, те, которые отвечали за Беларусь по разным соглашениям, то это будет решение белорусов. Но не может быть так, что даже политики ЕС будут решать, вовлекать им белорусов в этот процесс или нет. Но это будет выглядеть точно так же смешно. Дякую вам, Великий.